Кем стать, какую профессию выбрать и по какому жизненному пути пойти? Об этом с 2016 года окружным школьникам будут рассказывать, начиная с первого класса. На это нацелена профориентационная работа, проводимая во всех учебных заведениях региона. Первый урок для 109 первоклассников 4-й школы – профориентационный. Тема выбрана не случайно. Современный мир становится динамичным и высококонкурентным. И чем раньше ребенок поймет, кем он хочет стать в будущем, тем проще ему будет учиться. Сегодня мы год начинаем в новом немного формате. Прежде всего, действительно, это открытие профильных классов, новых профильных классов. Мы начинаем в первой школе и класс авиаторов. Мы начинаем в класс, возвращаемся, точнее, наверное, в художественной ремесленной в Денисской школе имени Берерка. Во всех школах сегодня 10-е классы. Это только профильные классы. И поэтому самая главная задача педагогов школ, педагогов этих классов – это подготовить детей для того, чтобы они достойно сдали единый государственный экзамен. Ну и, несомненно, поступили в ВУЗы, поступили в среднепрофессиональные организации. Но самое главное, чтобы они выбрали по душе своей профессию, тогда и будет и легко учиться, и самое главное, в жизни будет им. Поверьте, очень легко, если занимаешься любимым делом. Работать над достижением поставленных целей педагогический коллектив 4-й школы будет под руководством нового директора. Вера Кременская официально назначена на руководящую должность накануне Дня знаний. До этого она возглавляла школу села Великовисочное. На новом месте Вера Васильевна планирует продолжать уже заложенные в школе традиции и развивать новые направления в образовании, в том числе профориентационную работу. Чтобы ребята в будущем смогли определиться со своей профессией, в округе уже давно работает профильное направление, профильное обучение школа города. И в нашей школе два профильных направления – это социально-гуманитарное и, естественно, научное направление. Ребята из нашей школы успешно поступают в медицинскую академию города Архангельск и в другие города Российской Федерации. И мы надеемся это дело продолжать, улучшать качество обучения и образования. В общем, будем держаться на уровне, достойно, чтобы округ нам не отгордиться. Впервые в новом учебном году возможность пройти профильную подготовку будет предоставлена как городским, так и сельским выпускникам девятых классов. Для продолжения общего образования они смогут выбрать любой из 11 классов с различным профилем обучения. Кроме того, в Ненецком профессиональном училище начнут обучение 75 будущих поваров, кондитеров, автомехаников, мастеров по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка. Впрочем, это еще не все. У нового руководителя НПУ Ивана Хозяйнова амбициозные планы. Внедрить какие-то наиболее востребованные профессии, ну и также активизировать работу по проведению краткосрочных курсов, по подготовке специалистов. В принципе, работа училища в этом отношении в Еласе налажена, планы есть. Поэтому самое главное – все завершить в этом году. Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Волкова принял 100 первокурсников, поступивших на специальности экономика и бухгалтерский учет, технология продукции, общественного питания, защита в чрезвычайных ситуациях. На Ринмарском социально-гуманитарном колледже стартует подготовка 71 будущего дизайнера, финансиста и преподавателя физкультуры. Елена Семеновичева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».